Приветствую вас, сразу хотел отметить, что я не читал ответы моих коллег, по крайней мере все, вот, поэтому заранее прошу вас прощения, если в чем-то мой ответ будет совпадать с тем, что вам уже может быть рассказали мои коллеги. Значит, как не парадоксально звучит, но то, что вы испытываете, то, что вот, ну, то, что с вами происходит сейчас, это и не расстройство психики, и вы не умрете, не вырастив детей. То есть, парадоксально, но факт. Ни то, ни другое. А что же тогда? Возникает вопрос. Ну, во-первых, очень часто бывает так, что женщина после родов испытывает серьезные проблемы, трудности. Женщина после родов может бояться начать, бояться, значит, умереть, потому что, ну, особенно если роды прошли тяжело. Вот. Женщина может начать бояться умереть, потому что ей было больно. И это травма, которая ей нанесена, была, да, ну и даже не была, а ей нанесена. Она, к сожалению, никуда не девается, да, то есть, ну, она и есть эта травма. Вот. Значит, в результате пережитой вот этой вот травмы, женщина начинает бояться того, что она может умереть. И данный страх не является психическим расстройством, но является, конечно же, нерациональным изменением, значит, восприятия. Для чего-то страх вам нужен. Для чего-то страх вам нужен. Я не могу сказать вам сейчас, по крайней мере, от чего он вас защищает, но причин у этого может быть довольно много. Начиная от того, что с вами происходит сейчас в вашей жизни, ну, например, неуверенность в своем муже или мужчине, значит, отце ребенка. Просто как какой-то такой, знаете, общей неуверенности в себе. Вот. И заканчивая такими вещами, как пережитые в детстве травмы, страх ответственности, может быть. Не говорю, что он обязательно у вас есть, но может быть. Вот. То есть моментов, как вы сами видите, довольно много. И какой именно момент ваш, ну, надо разбирать. Значит, какие обычно используются для этого средства, да? Какие? Ну вот, я, например, могу предложить вам, значит, представить себе этот страх. Вот то, чего вы боитесь, да? Представьте себе его. Вот. Представьте, что вы – это страх. Вот. Представьте, что вы – это страх. Вот, соответственно, попробуйте ответить на вопрос, что, что бы вы, что вы, точнее, не вы, а просто, что вы делаете с собой в роли этого страха? То есть это нужно пережить, это нужно вот именно представить себя, как бы представить, будто вы и есть этот страх. Вот. И, соответственно, можно будет понять, исходя из этого, для чего он вам вообще нужен. Вот. То есть это такой вот, это работа, работа с подсознанием, да? Можно рекомендовать здесь отвлекаться, да? То есть вот вы чувствуете, допустим, что боитесь. Ну, соответственно, попробуйте отвлечься. То есть подумать о чём-нибудь другом, да? Ну, например, там, о чём-то более лучшем, о чём-то более хорошем, о чём-то более интересном, может быть, для вас и так далее. Так же, так же, то, что вы вообще боитесь, что-то вы вообще, ну, то есть для вас стало возможным бояться. Корни того, что вы умеете бояться, именно корни, лежат в вашем детстве. То есть как-то вот мама, она вам, ну, скорее всего, внушила волей-неволей, что роды и нечто, что следует после роду. Достаточно страшно. И вы, основываясь на маминой реакции, на мамином отношении, боитесь теперь сами так же умереть. Психология эта можно назвать легендой о рождении, то есть легенда о том, как я родился или как я родилась, например. То есть это такая история, где вы рассказываете всё, что знаете о своём рождении. И очень часто бывает такая история, что человек не знает таинство его рождения. То есть у него немного искажённое, скажем так, представление о том, как он, собственно, родился. То есть либо у него неправильные представления об этом, либо очень сильно искажённо. Опять же это заслуга в кавычках именно родителей, которые внушили своему ребёнку, что он появился на свет там под аккомпонент каких-то, ну, не очень хороших обстоятельств. И, конечно, после этого человек, он будет бояться чего-то и послерода. Есть так называемые когнитивные приёмы, способы, ну, несколько когнитивных способов, которые я могу вам предложить для того, чтобы меньше испытывать давление в результате вашего страха. Попробуйте подумать, чего именно вы боитесь? Вы говорите, что я боюсь умереть. Хорошо. Но как вы думаете, сколько человек вообще может умереть? Раз, я имею в виду. Вряд ли он умрёт больше одного раза. А вы, боясь, умираете гораздо больше, чем один раз. То есть вы умираете, ну, много. Вот. То есть, понимаете, все мы когда-то умрём. Это произойдёт рано или поздно. И если мы умрём, то умрём мы один раз. Вот. И, соответственно, это произойдёт тогда, когда это произойдёт. А до тех пор, чего вы боитесь. Итак, чего же вы всё-таки боитесь? Что конкретно вас пугает и почему? А насколько страшно то, чего вы боитесь? Произошло ли то, чего вы боитесь? Если не произошло, то, соответственно, беспокоиться не о чем. То есть попробуйте вот эти вот когнитивные аспекты применить по отношению к себе. И я думаю, что для вас многое может измениться достаточно быстро. Вот. Также, соответственно, я рекомендую вам обязательно пройти медицинское обследование. Потому что у вас могут быть, ну, какие-то проблемы по здоровью. Вот. Я не говорю, что это обязательно так, но такое может быть. Данное, данное тоже нужно исключить в обязательном порядке. Потому что если это есть, то если что-то такое есть, то это однозначно будет мешать вам жить полной жизнью. Вот. Также я полагаю, что есть некая причина, по которой вы выбрали для себя подобное мистическое представление. Оно вам чем-то интересно. Оно вам чем-то удобно. Оно вам нравится чем-то. И я предлагаю подумать чем. Чем вам нравится ваше вот такое мистическое представление о том, что вы можете умереть. Также интересно будет разобрать с вами, почему вы решили, что у вас именно психическое заболевание. Вполне возможно, что здесь вы боитесь сойти с ума. То есть, на мой взгляд, если этот страх у вас есть, то его нужно также проработать. Потому что этот страх немножечко такой отдельный, скажем так. Он, ну просто из другой сферы, но не из вот этого страха. Также, да, я все-таки подглядел один ответ моего коллеги, где он сказал вам, что все это может быть от усталости. Это действительно так. Это может быть от усталости. И вам в этом случае я рекомендую посмотреть в сторону того, чтобы можно было как-то отдохнуть, чтобы можно было как-то, ну, знаете, немножечко сменить то, что вы делаете. Вот. И, может быть, посвятить, ну, большее время себе. Постараться, по крайней мере. Больше времени посвятить себе. Это нужно, опять же, не только для вас, да, но и для ваших детей. Потому что, если вы не будете о себе беспокоиться, если вы не будете о себе заботиться, то и ваши дети, они тоже, к сожалению, будут страдать из-за того, что их мама, например, недостаточно счастлива. И это будет передаваться им. Я не думаю, что вы этого хотите для своего ребенка. Ну, для своих детей. Не думаю, что вы этого хотите. Поэтому обязательно на эту тему тоже постарайтесь подумать. Это важно. Пока, я думаю, на этом можно закончить мой ответ. Вы, вполне возможно, ошиблись немножечко с разделом. То есть, вам нужно было задать свой вопрос в раздел эзотерики. Потому что вы дали вот, ну, информацию, да, правая рука, вот это все. Вы дали информацию так, как обычно дают в разделе эзотерики. Соответственно, если вам нужна помощь именно эзотериков, то я буду рад вам помочь тем, что направлю вас именно туда. Задайте свой вопрос там, я полагаю, что именно эзотерики по рукам, да, способны определить, насколько у вас будет все в жизни удачно, все в жизни будет складываться и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду вам благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...